Девушки отдыхают Фрэнки Шоу! Внимая трансляция из сумасшедшего дома! Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-21-80. Спасибо, спасибо вам, дамы и господа! Спасибо за то, что вы так щадро оцениваете мой талант, мой священный дар. Спасибо за ваши цветы, за ваши восторги и внимание, за бесконечные письма с благодарностями и настойчивые вопросы о том, что за актер играет Фрэнки. Да, и это весьма справедливое вопрошение. Мир должен знать своих героев, и понятно, что реально Фрэнки не существует, его кто-то должен играть. Но, как я уже неоднократно говорил, это еще очень большой вопрос. Кто реальнее, сам Фрэнки или актер, который играет Фрэнки, верно? Ведь в нашем мире, который еще Эйнштейн перевернул с ног на голову, а потом опять на ноги, опять на голову, все, как вы уже знаете, относительно. Маэстро, давайте откроем занавес и побольше света на сцену. Прекрасно. Итак, дорогие мои, к сожалению, а может быть и к счастью, имя этого большого и несомненно талантливого артиста, который играет Фрэнки, не может и не должно быть озвучено. Это, как вы понимаете, часть сценария. Великий секрет серебряного дождя. Я уже говорил, что каждый сотрудник Silver Rain дал подписку о неразглашении тайны. И как только люди узнают, кто играет Фрэнки, и сам Фрэнки умрет. А этого, конечно же, ни вам, ни мне не хочется. И от имени самого Фрэнки скажу, что я гораздо талантливее того актера, который меня играет. На самом деле, этот жалкий актеришка не стоит даже моего мизинца. Он обычный, он очень разумный, здоровый, семейный. Я же беспросветно больной и одинокий. По крайней мере, так говорит мой лечащий врач, генеральный директор нашей клиники Дмитрий Савицкий. Я могу каждый день просыпаться в новые роли и абсолютно не вписываюсь в систему ценностей вашего мира. Я Бог Игры! Не больше, не меньше. А он всего лишь ограниченный своими страхами и комплексами человечек. Я гений, а он... Я не хочу даже говорить об этом. И вообще, зачем вам он, если у вас есть я, великий и ужасный в своем параноидальном зазеркалии, но ближе к театру жизни? Итак, дамы и господа, вот они, последние штрихи к гриму меня сегодняшнего. И вот она, удивительная, упоительно манкая, катастрофически успешная судьба, одна из самых загадочных ролей моей коллекции, провокация, шарм и гламур в самом фантастическом, самом ярком своем проявлении. Итак, дорогие мои, добро пожаловать на сцену театра реальности, на территорию игры, туда, где все иллюзия, ветер, дым, узор на воде. Вальсируем, маэстро, вальсируем, думаете, звоните, или просто наслаждайтесь игрой своего воображения, дамы и господа. ШОУ ТАЙМ! Привет, Фрэнки. Да. Это Эльвис Пресси. И папа, это Петр Ильич Ильич. Чайковский Ильич. У меня зовут Сати, мне кажется, что это Монтер. Это Марина Влади. Дмитрий Джинсерлот. Да, Митрий. Меня зовут Катя, я думаю, ты шестер. Меня зовут Екатерина. Да, Екатерина. Это Бриджит Бардун. Да. ШОУ ТАЙМ! ШОУ ТАЙМ! ЛЕДИ, ЛЕДИ, ЭНД ЧАНТНЕНТ! СИЛВЕР РЕЙН РАДИО С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФРЭНКИ ШОУ! Итак, дамы и господа. Сегодня то, что опять, как было уже не раз, совершенно невозможно назвать ни мужчиной, ни женщиной. Ну что поделать, если времена обязывают. Маэстро, будьте добры, что-нибудь вкрадчивое такое, неопределённое. Прекрасно. Итак, дорогие мои. Сегодня я опять и опять крайне обворожительное и, как бы это сказать, обоеполое существо. То ли андрогин, то ли гермафродит, то ли ребис. И тем не менее, в этой своей роли я занимаю место в числе самых выдающихся артистических личностей 20 века. Итак, внимание. В теле этого очаровательного существа мне посчастливилось появиться на свет 27 декабря 1901 года. Мой отец служит в полиции, мать из семьи купцов. Не могу сказать, что мы жили богато, но и не бедствовали особо. Ребёнком я упорно называю себя Паулем. И играю в основном в мальчишеские игры. Надеюсь, что больше похожу на отца, чем на мать. Родители учат меня никогда не перекладывать ответственность на другие плечи, ценить дружбу и данное слово, за что им огромное спасибо. Ибо камертон этого воспитания я пронесу через всю свою жизнь. В 16-летнем возрасте я заканчиваю школу для девочек Август и Виктории. И в следующем году поступаю в Веймарскую консерваторию по классу виолончели. Но вскоре мои друзья, шальные мальчишки, совершенно случайно втянут меня в какую-то драку. И травма запястья похоронит мои надежды на музыкальную карьеру. Я вернусь в родной город, где начну заниматься в драматической школе Макса Рейнхарда, великого по тем временам режиссера. Затем в 18 произойдет одно из самых главных событий моей жизни, уже на моем первом фильме. Он называется, кстати, «Маленький Наполеон». Я знакомлюсь с бесподобной Клэр Вальдов, 30-летней красоткой, которая легко, игрива и совершенно беззаботно опрокинет на меня аромат сексуальных приключений. И эта чувственно стильная инъекция соблазна и определит, собственно, направленность всей моей дальнейшей жизни. Итак, внимание, дамы и господа! У каждого времени и каждого поколения, как известно, есть свои великие люди, политики, ученые, писатели, артисты 20 век. Конечно же, не исключение. Может быть, не все из слушающих меня сейчас знают мое имя и могут назвать фильмы, в которых я сотрясала основания этого славного мира. И, тем не менее, в истории мирового искусства я оставила яркий и фактически нестираемый временем след. Еще при жизни стала легендой легенд, легендарной легендарностью среди легендарно-остцев. Итак, смотрите на экраны вашего воображения, дамы и господа. С самого начала, а что тратить зря время, я показываю вам себя во всем своем блеске. Вот оно, мое лицо. Смотрит прямо на вас, тонкие нити бровей, словно крылья перелетных птиц, истонченные горизонтом, застывшие в выражении игривого недоумения. Бархатная томность полуприкрытых глаз с поволокой скрывает какую-то крайне манкую тайну. Нет, все выглядит очень даже мило, но там, в глубине этих милых и таких беззащитных, как кажется, глаз скрывается. Что-то такое, что, о, дорогие мои женщины или мужчины, ведь до сих пор так и не ясно, какой пол у меня сегодня засасывает вас, как воронку, верно? Кстати, даже в зрелые годы этот мой лик останется нетронутым, морщинистой паутиной лет, и мой возраст обозначится лишь в очень глубокой старости, и даже тогда мое лицо-маска будет манифестировать собой невыразимую силу духа и поистине царственное величие. Но не будем забирать вперед ваши версии, дамы и господа. Шоу-тайм! Шоу-тайм! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Это Татьяна. Да. Фрэнки сегодня в роли Мэрилин Монро. Мэрилин Монро. Был я уже. Я думаю, ты сегодня Фредди Меркурий. Фредди Меркурий. Великолепная версия. Спасибо. Дальше. Привод Стрэнки. Меня зовут Антон. Я считаю, что это Грэйс Келли. Грэйс Келли. Спасибо. Итак, дорогие мои, вот она. Демонстрация жизненного спектакля, который проходит под неутомимым, сверхмеры, болтливым пером дотошных газетчиков в пенном шторме оваций и в окружении сверхталантливейших мужчин, роскошнейших женщин. Маэстро, напустите, пожалуйста, побольше богемного гламура. Будьте добры. Великолепно. Итак, дорогие мои, вот он. Воплощенный соблазн, власть которого над людьми своего времени казалась просто беспредельна. Известно, что от начала и фактически до конца эту мою роль задумал и вылепил один единственный человек, его имя Джозеф фон Штернберг. Эта прекрасная сказка выглядела следующим образом. В конце 20-х годов декадентская Европа, как известно, была своего рода клондайком для ищущих собственный стиль в искусстве и в жизни. К этому времени я уже снялась в нескольких второстепенных ролях, честно говоря, куром на смех. И вот в 27-м году я участвую в одном ревью под названием «Это висит в воздухе». Исполняю там шуточные песенки весьма сомнительного и крайне фривольного содержания. С дисциплиной у меня дела обстоят не очень хорошо. Я часто опаздываю. Меня постоянно грозятся уволить. Жду только последнюю каплю. И вот на одно из представлений тайно приходит знаменитый голливудский кинорежиссер Джозеф фон Штернберг. И надо же такому случиться, что именно в этот день мой будильник не срабатывает. Или я просто забыл его завести, уже не помню. Я безбожно опаздываю. У меня до выхода на сцену одна минута. Я влетаю в гримёрку и, о ужас, что я вижу? На вешалке висит не мой костюм. Трам-тарарам. Дело в том, что мой костюм совершенно случайно, о случайности, как известно, и делают. Мир отнесли в чужую гримёрку. А у меня на вешалке висит мужская брючная тройка. Времени искать своё платье у меня, естественно, нет. Я молниеносно влетаю в мужские брюки, запахиваю пиджак, хватаю цилиндр, трость. И вот уже звучат последние такты вступления моей песенки. Продюсер уже злорадно вычёркивает меня из списка на зарплату, но я уже подхватываю реплику и пою свою соло. Да так, что сама от себя обалдеваю. Было такое ощущение, что я родилась именно для этого момента. Я сама не понимала, откуда что взялось. И взгляд, и голос, и манера держаться. Всё сошлось, соединилось, склеилось. В этом одном мгновении у бедного Штернберга глаза выскочили на блюдечко от десерта, от изумления. Сразу же после этого номера он, всклокоченный и возбуждённый, влетает в мою гримёрку, оттесняет своим огромным пузом орущего на меня директора шоу и тут же при нём приглашает меня на главную роль в своём новом фильме. В гримёрке повисает пауза, после которой бедный Штерндер получает ещё один катарсис. Он натыкается на мой абсолютно равнодушный взгляд. Потрясающий коктейль женственности и безразличия. Продолжая без тени стеснения переодеваться, обнажая перед ним длинные, стройные, катастрофически элегантные ноги, я начинаю говорить, что играть совершенно не умею и что до этого снялась в трёх фильмах и сыграла там ужасно. Потом я поднимаю на него глаза, откуда что берётся опытного гипнотизёра. Ну и вы понимаете, что дальше бедного Штернборга можно было уже уносить. Я протягиваю ему свою сахарную ручку, позволяя её лизнуть. И таким образом наша сделка была зафиксирована. Работа над фильмом была завершена 1 апреля 1930 года. Одно из самых эпохальных событий 20 века. Я не рискну даже произнести это название, иначе вы все просто попадаете со стульев. Итак, дамы и господа, именно эта сцена, та самая, которую вы сейчас увидели, всколыхнула океан, из вод которого вышла женщина, призванная ни больше ни меньше закрутить мир середины 20 века в изящное колечко вокруг своего очаровательного мизинца. Ну, и кто же я сегодня? Или это и не загадка вовсе? Ваши версии. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Радио Привет, Фрэнки. Да. Сегодня ты в роли Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Великолепно. Дальше. Привет, Фрэнки. Меня зовут Катя. Да, Катя. Марлен Дитрих. Дальше. Это Марлен Дитрих. Марлен Дитрих. Великолепно, дамы и господа. Но не раз по ходу Фрэнки Шоу мы опрокидывали вашу такую инициативу. Итак, дамы и господа. На часах двадцатого века уже пятьдесят третий год, и вот она я. Стою на сцене Лас-Вегаса в сногсшибательном платье и суфле тончайшего прозрачного материала, которого нынче уже не существует, и в котором я выгляжу и обнаженной, и соблазнительно прикрытой одновременно. Маэстро, сахар, патоку и гламур, и чем больше, тем лучше. Будьте добры. Прекрасно, прекрасно. Заволакивайте все дымом соблазна, побольше облаков и звездного мерцания, взбивайте, взбивайте наше воображение, смелее мы хотим этого. Итак, дамы и господа, это мое появление производит просто сногсшибательную сенсацию. Зрительный зал подобен пиротехническому шоу, потому что сердца мужчин взрываются одно за другим, как новогодние хлопушки. Итак, дорогие мои, голливудская Примадонна. Умная, самокритичная, способная к острому юмору, обольстительная, чувственная, ироничная, мудрая и всегда неповторимо женственная даже в солдатских галифеях. А вы знаете, кстати, что гастролируя по фронтам Второй мировой, знаменитые галифеи, грубая шинель всегда неизменно вскрывали невероятно дорогое женское белье. Кстати, из 28 чемоданов, которые сопровождали мой тур, как вам, я уверен, известно, 6 были забиты туфлями, а 12 именно бельем. Да. Мое появление в форменной одежде производило такой сногсшибательный фурор среди солдат, что мои фотографии считались самой дорогой валютой. На них покупали, делали ставки, воровали, естественно. Это даже веянием времени назвать было нельзя. С затертых фотографий на солдат смотрел сам миф, окутанный мантией вечности, нечто из разряда нетленного, непостижимого, и каждый из них знал, что за эту женщину он готов умереть прямо сейчас, не раздумывая ни секунды. Это был мощный образ, сплав, интуитивно найденный ответ на глубинный запрос как женской эмансипации, так и мужской тоски по сильной красоте в годы жестокого окопного холода. Но даже когда я сменяла строгие мужские костюмы и галстуки на рюш, и буа, и жакеты в талию, я поражала окружающих не менее сильно, чем в своих фирменных усиках. Самым знаменитым из всего моего гардероба, конечно же, было оголяющее платье, которое я носила под мантией из лебединных перьев за счет искусных аппликаций, стразов, блесток, бисера, жемчуга, на ткани телесного цвета создавался эффект тонущего в звездном сиянии обнаженного, теплого и до безумия манкового женского тела. Говорят, что до моего появления в начале тридцатых на экране еще царило целомудрие. Не было ни раздевания, ни обнаженных ног, ни всех этих бесконечных попок, только легкие полуномерки, только тени, только аромат. Но краешек моих розовых подвязок и сегодня сводит с ума мужчин больше, чем самые откровенные кадры современной порноиндустрии. Да, я осталась неподражаемой в искусстве эротики, умудряясь соблазнять глазами, изгибом бровей, жестом руки, но самым изысканным моим инструментом обольщения, не считая ног, конечно же, был голос. Несильный, но прекрасно модулированный, способный передавать тончайшие нюансы вожделенной страсти. Химингуэй как-то сказал, если бы у нее не было ничего другого, кроме голоса, им одним она могла бы вырывать сердца. Ваши версии, дамы и господа. Дамы и господа. Фрэнки Шоу на Сильвер Рейн Рэйдио Я Андрей, я думаю, это Марлен Дитрих. Марлен Дитрих, настаивайте, да, больше. Это Марлен Дитрих, меня зовут Анечка. Дальше. Меня зовут Любовь. Да, Люба. Мне кажется, сегодня ты выступаешь в роли Марлен Дитрих. Потрясающая настойчивость, даже не знаю, что с этим делать. И тогда, мои господа, сегодня я та, которая носила предметы мужского туалета с невероятным шармом, и не только по сцене. Конечно же, я уверен, все вы уже ждете того, о чем я хочу сейчас поведать о моих сексуальных похождениях. Маэстро, задерните вот эту тюлевую шторку, чтобы остались только тени, только полунамеки. Ведь ничто не возбуждает нас так, как недосказанность, верно? Прекрасно. Приглушите свет. Очень хорошо. Итак, дорогие мои. Моя чувственная притягательность обусловлена не только стройностью моих ног, конечно же, которую я никогда, кстати, не упускал в случае продемонстрировать. О, эти ноги, их сравнивали по выразительности с руками Элеонора Дуза. И хотя я и кокетничал, что мои ноги это всего лишь ноги, что у них только одна цель, они позволяют мне ходить, тем не менее, они были застрахованы на миллион долларов, ни больше, ни меньше. Итак, дамы и господа, как говорится, ближе к телу. Вот она. Я. Сто процентный лесбийский символ. Смотрящий на вас открытым, прямым и совершенно не скрывающим свою ориентацию, взглядом, повторяя при этом «Сторона без борделя», что «Дом без ванной комнаты». Всем известны мои многочисленные романы с женщинами, среди которых можно упомянуть голливудскую сценаристку Мерседес Д'Ако, с точей романом с Гретой Гарбо в свое время очень нашумел, а также знаменитую француженку Эдит Пиаф. Да, 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 дамы и господа. Я была невероятно любвеобильна, но, как напишут позже мои биографы, у меня как бы не было пола. Или чуть иначе. Во мне гармонично уживались оба. Можно упомянуть также, что я была единственной женщиной, которой было позволено посещать ежегодный бал для мужчин-трансвеститов в догитлеровском Берлине. Я обычно переодевалась в высокую шляпу, белый галстук и фраг, и увидев однажды, как два экстравагантных создания, одетые в вызывающие блестящие платья и белокурые парики, спускаются по главной лестнице, я, широко округлив глаза от удивления, спрошу их, «Вы что, правда, любите друг друга?» На что услышу ответ, «Фройлайн, мы не лесбиянки, у нас все за правду». Я, честно говоря, не найду, что ответить, и, скромно потупив взор, стыдливо подумаю, «Да, мир явно сходит с ума». Напомню, что все это происходило в догитлеровской Германии, сегодня, конечно же, все иначе, или я чего-то не знаю. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я не живу в сексуальном мире мужчин, но меня также нет и в сексуальном мире женщин. Нет, внешне я весьма сексуально, но внутренне как бы лишена мясистой конкретики этого переживания. Все мое искусство состоит в игре в сексуальность. Видимость — это имидж, буду повторять я, а имидж — это призыв. Понимаете, о чем я? Итак, дамы и господа, белокурая арийка, проживающая в Америке с немецким паспортом, а в нацистской Германии тем временем сам Адольф Гитлер сходит по мне с ума и ежедневно смотрит фильмы с моим участием, уговаривая вернуться на родину и обещая триумфальный въезд в Берлин через Брандербургские ворота. Идеальная возлюбленная, бесчисленные романы, которые могли длиться час, день, год, тридцать лет. Большие писатели превращали свою любовь ко мне в предмет большой литературы. Эрих Мария Ремарк описывает изматывающую связь со мной в своей триумфальной арке. Хемингуэй говорит, что я способна была уничтожить любую соперницу, даже не посмотрев в ее сторону. Ну, я же с особой нежностью буду вспоминать, что великий Хэм умел не только раздеть меня по телефону, но и сделать со мной все, что хотел. Мало кому удавалось доставить мне столько удовольствия воплоти. Ваши версии, дамы и господа. Дамы и господа. Сильвер Рейн Радио с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Примая трансляция из сложачьего дома. Я очень счастлив находиться в прямом эфире у самого Фрэнки на Серебряном Дожде. Нет, успехов тебе, ты бесподобен. Продолжай в том же духе. Привет, Фрэнки. Меня зовут Иван Власов. Я живу из Прибалтийского Кременграда. Спасибо. Сегодня ты Марлен Дидрих. Марлен Дидрих. Спасибо. Меня зовут Катя. Да, Катя. Грета Гарбо. Грета Гарбо. Здравствуйте, меня зовут Лаура. Это Грета Гарбо. Грета Гарбо. Итак, дамы и господа. Сегодня я та, которая, по моим собственным словам, больше всего в жизни боялась одной единственной вещи. Что кто-нибудь из зрителей кинет яйцо в мое лебяжье манто. И тем не менее, я никогда не чувствовала страха перед выходом на сцену. Они заплатили деньги, говорил я, чтобы посмотреть на королеву мира. Так пусть получат то, что хотят. Маэстро, продолжаем. Итак, дорогие мои. Говорить о мужчинах, которые имели честь любить эту королеву, бессмысленно их не сосчитать. А вот тех, кто имел дерзкое право и счастье, не только мять меня в своем воображении, но и прикасаться ко мне, упомянуть, несомненно, стоит. Однажды в Голливуд приехал великолепный Габен. И один мой звонок, и вкратчивая Жанн, это я. И Габен, конечно же, не устоял против такого хука, слетел с копыт. И так начался самый жестокий роман в моей жизни. Вы не поверите, но рядом с ним я изменилась до неузнаваемости. Мужские туалеты просто растворились. Мой немецкий акцент мгновенно превратился во французский. Я стала пренебрежительно по-французски относиться к съемкам. Курьер, которого за мной посылали, обычно находил меня на кухне с французской кулинарной книгой в руках. И в очередной раз, не дождавшись меня на съемочной площадке, разъяренный Джордж Маршал, лично отправляет за мной и на пороге моего дома сталкивается лицом к лицу с не менее разъяренным Габеном. «Где она?» Вызывающе спрашивает Маршал. И в ответ слышит грандиозную тираду, которую этот супер-француз без единой запинки обрушивает на голову прославленного режиссера. «Знаете, дорогой мой, — говорит Габен, — что нужно для того, чтобы понравиться женщине, нет? Для этого надо ласкать, хвалить, быть отзывчивым, благоухать, быть защитником, говорить комплименты, быть опорой, быть кормильцем, утешать, давать деньги, и чем больше, тем лучше. Никогда не спрашивать о том, на что они потрачены, покупать подарки, безумно ее хотите, не быть навязчивым, нравиться другим женщинам и не хотите других женщин. Шутить, умиротворять, уметь предвидеть, прощать, сочувствовать, развлекать, очаровывать, делиться сокровенным, развращать, обнимать, умирать за, мечтать о, молиться на, не замечать полноты, не надоедать своим присутствием и быть всегда рядом. Быть красивым, быть опрятным, быть умным, быть нежным, быть страстным, позволять легко себя обманывать, быть грубым, быть активным, быть властным, быть послушным. у маршала челюсть отвалилась от шока, который он испытал под воздействием харизмы этого мужчины. А заметивший ошеломленность своего собеседника Габен победно продолжил. А знаете, чего достаточно, как она, женщина, думает, чтобы понравиться мужчине? Надо просто предстать перед ним раздетой. Зареванную в софле меня маршал отыскивает у моей подруги. Я неразборчиво жалуюсь на ревнивого француза, который опять заметил что-то подозрительное в моей сумочке или на лице, или в туалете, я уже не помню. Потом уже после войны Жан все же пригласит меня в Париж, чтобы сняться вместе с ним в фильме «Мартен Руманьяк». И здесь я уже, будучи 45-летней дивой, одним взмахом ресниц склоню к своим ногам Жана Коктова, Жана Море, Жака Привера. Тщеславная ревность будет подогревать чувства Габена и делать его просто невообразимо соблазнительным. Он потребует определенности, или женимся, или расстаемся навсегда. И тут в одно мгновение я оценю вкус свободы, вильну своим пышным хвостом из лебяжьего манто и ближайшим самолетом вылечу в Америку. Потом, конечно же, я буду жалеть об этой своей выходке, жалеть до конца жизни. И в 76-м, узнав о смерти Жана, скажу на весь мир, похоронив Габена, я овдовела навсегда. Итак, дамы и господа, женщина-сфинкс, эстрадная дива, чей голос проникал в самые недра как мужских, так и женских организмов, и завораживал, и выворачивал наизнанку, и опустошал, оставляя в многолетнем трансе от непостижимости увиденного. Ваши версии, дамы и господа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сан-Франциско, США Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне звелищных пеноменов. Субтитры сделал DimaTorzok «Фрэнки Шоу» «Фрэнки Шоу» «Фрэнки Шоу» «Привет, Марина» «Марлен Дидрих» «Марлен Дидрих» «Дальше» «Привет, Фрэнки, меня зовут Катя, сегодня ты Марлен Дидрих» «Марлен Дидрих» «Дальше» «Алло, Фрэнки» «Да» «Ты такой молодец, спасибо тебе большое» «Спасибо, спасибо» «Итак, дамы и господа» «Время, как известно, неумолимо» «И вот я уже чувствую неуклонное приближение старости» «Мне уже семьдесят семь лет» «Я, конечно же, не хочу, чтобы мир видел меня старой, сключенной коргой» «Уединяясь в своем загородном парижском доме» «И с этих пор мой телефонный провод — единственная нить» «Связывающая меня с внешним миром» «Маэстро, будьте добры, финальная эскерца» «Итак, дамы и господа» «Вот она я» «Как призрак, шаркающая по дому, в котором фактически нет и, боже упаси, если появится зеркал» «В сиротливую пустоту комнаты из темных закоулков души» «Выползают страхи и навязчивые идеи, терзающие старческий рассудок образы» «Одна депрессия сменяется другой» «Я пачками глотаю лекарства как от реальных, так и от воображаемых болезней» «И фактически каждый день засыпаю пьяной, время от времени наряжаясь в свои сценические наряды» «Итак, вот он, дамы и господа» «Не мой поклон тишины» «Одной из самых блистательных секс-бомб целомудренного еще в тридцатые годы Голливуда» «Поклон той, что разбивала сердца с легкостью меткого стрелка, расстреливающего батарею стеклянных банок, не прикладывая к этому абсолютно никаких усилий» «И вот я уже настолько стара, что не могу даже отвечать за себя, и моя мозговая машина требует постоянного присмотра» «Ну, многие из вас знают, что это такое» «Содержать сиделку и оплачивать дом у меня, как ни странно, уже нет средств» «И выход только один — отправиться из своей парижской квартиры на Рю-Монтель в дом престарелых» «А этого я, согласитесь, но никак не могу допустить» «Я должна остаться легендой, должна соответствовать тому мифу, который так скрупулезно формировала на протяжении всей своей жизни, верно?» «Конечно же, я упираюсь, что есть мочи, и в итоге получаю мощное кровоизлияние в мозг, которое, собственно, меня и убивает» «Это первая общеизвестная версия моей смерти» «Но есть и вторая» «Для большей ясности отмотаем пленку моей жизни чуть назад» «Смотрите внимательно» «Я вывожу на сцену еще одно действующее лицо» «Дело в том, что вся моя довольно шокирующая, искрящаяся жизнь Проходит под неумолимым взором моей дочери, Марии» «Вот, кстати, ее глаза» «Видите?» «И вот она смотрит на то, как из заботливой хозяйки и преувеличенно ласковой матери, какой я ухожу из дома по утрам, я, когда возвращаюсь вечером под руку со своими любовниками, превращаюсь в капризную, поджимающую губки любовницу, а ночью в ресторане в конфузно смелом наряде флиртую со всеми мужчинами на свете» «В газетах она постоянно видит мои игривые фотографии с Моррисом Шевальея, Джоном Берлимором, Ирвингом Берлингом, Чарли Чаплином» «Раз в неделю я, как примерная жена, вместе с ней звоню на ранчо в Калифорнию своему законному супругу, ее отцу Рудольфу Зиберу, отчитываюсь о происходящем, при ней же жалуюсь ему, что мой очередной режиссер-любовник, невероятно ревнив, постоянно упрекает меня в неверности, что он застал меня пару раз в постели с двумя женщинами, но это не дает ему права» Рудольф сочувствует, успокаивает, поддерживает, приводит какие-то глупые доводы в защиту всех Потом моя Мария сама попробует стать актрисой Не получится Ведь, как известно, на детях талантливых людей природа отдыхает Потом несчастная любовь, убогий брак и разъедающее сердце зависть постепенно начнет винить меня во всех своих несчастьях Ну, вы знаете, как мы, женщины, умеем находить виноватых И, тем не менее, у меня, у бабушки, четырех внуков, по-прежнему молодые любовники К одному из них, известному композитору Берту Бакара, Мария, сама неравнодушна И вот как гром среди ясного неба в девяносто втором году моя дочь выпускает книгу В которой вся ее ненависть к обманувшей ее жизни, ее ревность и боль выплескиваются наружу в форме сладострастно-мазохистского смакования грязным бельем ее матери Она не выпускает ни одной мелочи, ее сгорающий в огне ревности мозг помнит все мельчайшие детали Она изображает меня тщеславной развратницей, пустой, жадной до развлечений, выворачивая самые сокровенные нюансы моей жизни Все секреты и интимности на всеобщее лицезрение И поглощая это ядовитое произведение страницу за страницей, мой мозг наконец поймет, что легенды больше не существует Зайдется в бессильном неистовстве, откажется перераспределять кровь и в итоге захлебнется в мощном кровоизлиянии Усердная сиделка запишет мои последние слова Не надо бояться смерти Бойтесь жизни Это произойдет 6 мая 1992 года Спустя два дня гроб с моим телом, накрытый французским флагом, поставят в местной церкви для отпевания Затем его накроют американским флагом и отправят в Берлин И наконец там уже под флагом Германии Предадут земле Ну И как мы вам сегодня? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дамы и господа Числятся в списке призеров Фрэнки Шоу Вы можете приходить и требовать мой диск Адрес Петровско-Разумовская аллея Дом 12А Метро Динамо В ближайшую пятницу С 17 до 20.00 Мы ждем вас всех за дисками Кроме того Я жду ваших писем по адресу frankisobakasilver.ru А сейчас ваши аплодисменты Дамы и господа Разденьте свои глаза И смотрите Вот она Или вернее он Соблазнительный голубой ангел Вечно молодой В шикарном белом платье И цилиндре Затаите ваше дыхание Марлен Дитри Спасибо. Спасибо. My love for you, in you's my might. I'm warm again, my pack is light. It's you, Lily Marley. Black Market, sneak around the corner. Black Market, peek around the corner. Come. I'll show you things you cannot get elsewhere. Come. Make with the offers, and you'll get your share. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for loss, some for tears. I'll sell them all for a penny. I'll sell them all for a penny. I love you, friends. I love you, friends. I love you, friends. I love you. 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 Вот так, что женские глаза завязывались в узелок. И этот лозунг, чем нормальнее, чем ненормальнее, тем нормальнее, окончательно сорвет с меня крышу. У меня крышу. Маэстро, я так волнуюсь.